Я вот не очень люблю соцсети. Какой он идеальный работодатель для пиарщика? Очень хочется, чтобы мы все перестали плакать и рассказывать читателям чернуху. У меня вот друзей пиарщиков мало, у меня вот все журналисты. Ну а для сбора пожертвования какой самый эффективный инструмент, да? Когда, например, нам всем нужно отбивать какой-то законопроект очередной, ужасный, мы все встаем, общаемся и идем. А что злит больше всего в общении с журналистами? А он пришел такой и поплакал, чуть-чуть текст плохой написал. Добрый день, меня зовут Тимур Асланов. Вы смотрите программу пиар-директора. Сегодня у нас в гостях пиар-директора Центра пространства общения София Шайдулина. София, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое Центр пространства общения? Центр пространства общения — это такая организация, где мы занимаемся развитием и социализацией детей и взрослых с ментальными нарушениями, интеллектуальные и психические нарушениями. Это благотворительная организация, но такая необычная у нас благотворительность, кейс умной благотворительности. 30% расходов у нас покрывают родители, которые платят за своих детей. Таким образом, это добавляет им ответственности и желание работать вместе с нами. Остальное мы собираем с помощью благотворителей и спонсоров, потому что работа нашего Центра весьма дорога. Так как, ну, это очень энергозатратно для специалистов работать с такими детьми. У нас, наверное, самые тяжелые подопечные в общем в городе. И это многочасовые занятия, это соотношение один педагог-психолог на одного ребенка или взрослого. Ну, можете себе представить число специалистов и расходы. Но это без проживания, они просто приходят на какое-то время? У нас есть программа тренировочного проживания. Мы учим детей бытовым навыкам, пытаемся думать о их будущем. Некоторые из них смогут жить с помощью волонтеров, когда родители, у нас родители такие дети боятся умирать, потому что дальше им встретит только психоневрологический интернат. И мы устраиваем программу тренировочного проживания для тех, у кого самый высокий потенциал. Но это как раз самая дорогая программа, мы сейчас вот ее делаем и стремимся к этому. Так, есть отдельные опции проживания, но постоянно центр работает днем. Да, это групповые дневные занятия, альтернатива детскому саду, школе и занятости для взрослых. Ну, пиар в сфере благотворительности – дело такое непростое очень, потому что отношения разные, отношения разные и у общества, и у СМИ, потому что много людей злоупотребляют этой темы. Как вам удается продвигать такое направление? У меня журналистская подготовка, я пришла сюда из журналистики, и мне кажется, только поэтому и удается. Потому что если бы я была классическим пиарщиком, удавалось бы намного хуже. Поскольку у нас вообще почти не идет речь о платной рекламе, если я говорю о маленьком благотворительном проекте. Есть, конечно, уже усталость эмоциональная от всех этих тем. То есть, да, окей, пять лет назад ничего нигде не было, а теперь наоборот, все везде, и все такое одно и то же. Есть, осталось, да, я чувствую ее и у журналистов, и у читателей, безусловно. Но стараемся, самое главное – придумывать всегда что-то новое, выходить на новые площадки. Сейчас все конкурируем с коллегами, ищем площадки, где еще нет благотворительности, и пытаемся их завоевывать. И самые такие интересные кейсы – это всегда что-то там, что нельзя было себе представить, не знаю, сборная радиошансон. Вот, придумали, сделали, и неожиданно было тогда очень круто, и детей на экскурсию свозили, и люди, слушающие радиошансоны, оказались очень добрыми и отзывчивыми. А никто, в общем, и не ожидал. Почему именно шансон? Потому что ищем постоянно площадки, где нет благотворительных проектов. Просто дети и шансон, так сразу как бы у вас. Да, да, да. И, ну, это постоянная история, там, не знаю, пойти в журнал «Популярная механика», написать туда текст о каком-то средстве реабилитации техническом для ребенка, а потом про ребенка, и снова попросить пожертвований. Вот каждый раз такое изобретение велосипеда. Какие еще инфоповоды используете? Генерируем свои в организации, отвлекаемся на внешние, вот тут как у обычных пиарщиков. А в соцсетях чем занимаетесь? Я вот не очень люблю соцсети, поэтому у моих организаций они вот не очень хорошие, поскольку на следующих сотрудников всегда, ну, нет, вот у детского хосписа, где я работала, было мое первое место работы, как-то уже сейчас все налажено с соцсетями, хотя тоже, ну, мне кажется, не в рамках последних трендов, а в маленькой организации, в представительской общении, где я сейчас работаю, ну, пока у нас плоховато с этим, и вот я за соцсети не отвечаю, не очень их люблю. Со своими еле справляюсь. Ну, а вот какие рекомендации могли бы дать коллегам, кто тоже занимается пиаром в области благотворительности, на что обращать внимание, как работать, как строить отношения с журналистами? Ну, мне кажется, правда, что лучше всего иметь журналистскую подготовку и строить отношения с журналистами, как бывший журналист в чем-то. Какие еще рекомендации? Надо, безусловно, любить организацию, в которую ты пришел, иначе не получится, потому что тебя не поймут и начальство, и далее журналисты, и далее читатели. Ну, да, проблемы начнутся еще с начальством, потому что это же регулярная история, что там ты работаешь пиарщиком, но приехал, не знаю, на детское мероприятие, тебе уже вручили какого-то ребенка, ты с ним уже куда-то идешь, он уже падает. Ну, то есть, ты уже волонтер, и вот это постоянно. Если не любить тему, которой занимаешься, не выйдет. То есть, тут, конечно, любовь к продукту, ну, прям очень важна. Но при этом нужно, конечно, быть профессионалом и заставлять их вот этих вот чудесных людей, отзывчивых и прекрасных, но совершенно не владеющих там ни бизнес-терминологией, ни имеющих контактов со СМИ, как-то увлекать их этим и показывать им, что нужно там делать не только публикацию, для привлечения пожертвований, но и там думать о репутации, строить свой имидж. Это вот постепенно, постепенно, постепенно всем приходится объяснять. Поэтому без любви никак. А дальше организованность, самоорганизованность, потому что, опять же, вокруг тебя будут люди, которые ничего не будут понимать про пиар, и тебе придется самому все построить и придумать. Ну, вот насколько справишься, настолько, в общем, и справишься. Ну, а как пробивать у журналистов этот иммунитет на тему благотворительности, нежелание работать с этим темой? Изучать формат публикаций и предлагать что-то очень подходящее, что видно, что редакция сейчас хорошо идет, и есть интерес. Идти от автора, предлагать ему то, что нравится именно ему, репортажника, позвать с нами в лагерь надолго, развлекать, найти ему любимого ребенка, неребенка, что-то короткое, то же самое, обратить внимание на заинтересованность и дальше предложить. Разумеется, предлагать не только фандрайзинговые публикации, не только с привлечением пожертвований, а идеологические различные вещи. Как я работала в детском хосписе, да, это всегда актуальная тема смерти. Интервью с врачами, работающими на организацию. Когда мы сейчас занимаемся людьми с ментальной инвалидностью, это, ну, постоянно можно изобретать какие-то необычные проекты. Вот сейчас придумали проект «Общий город», будем учить персонал кафе и ресторанов взаимодействовать с клиентами с ментальной инвалидностью. Вот сейчас привлекаем там, да, афишу, еду и весь этот пол издания для того, чтобы они помогли нам изначально с контактами с бизнесом. Мы, естественно, хотим получать за свои семинары какие-то пожертвования. И далее, чтобы журналисты писали об этом, придумывая, каждому изданию разный интересный формат. И так вот в ручном формате все это делаем. А как вот, говоря о вопросах измерения эффективности пиар-деятельности, какие кипяры у вас стоят? — Замечательно пожертвования? — Нет, первое пожертвование, да. И второе — это вовлеченность. Ну, то есть меня не всегда интересует там общий объем публикаций, довольно эфемерно для нас. А вовлеченность — да, то есть, ну, я фиксирую это. Бывает руководство, которое что-то уже об этом понимает, бывает, что руководство не очень понимает. Мы с ними вместе составляем наши программы и показатели, и далее просто фиксируем, что они выполняются. Мне, наверное, интереснее всего вовлеченность, да, если мы говорим вот о каких-то идеологических публикациях. — Ну вот, как бы, грамотность руководства в сфере коммуникации — очень важный фактор вообще успеха пиар-деятельности. Какой он идеальный работодатель для пиарщика, на наш взгляд? — Вот не такой, как у меня обычно бывает. То есть я их люблю, но совершенно за другое. Они в курсе, могу так говорить. Вот. Конечно, мне кажется, руководитель, ну, должен хотя бы примерно понимать, чего можно ждать от СМИ, чего нельзя. Должен не так сильно ненавидеть журналистов, например, было бы неплохо. Там, да, должен понимать, что пиар — это не всегда прямые, да, продажи или в моем случае пожертвования, а что-то еще. И вот. — Вот что еще? Как ему объяснить, что еще? — Ну вот объясняем регулярно, приводим примеры тех, кто уже понял. И тут же, из благотворительного пола приводим удачные примеры, и потом все понимают, ну, наверное, какое-то внутреннее желание стать суперзвездой все-таки у всех присутствует. — Переявите нам какие-нибудь примеры, чтобы поняли те, кто нас смотрит. — Ну, не знаю, вот моя бывшая руководитель в детском хосписе, Лида Муниава, вот, на мой взгляд, сейчас уже становится прямо практически суперзвездой родителей, номинировали ее на премию «Хедлайнер года». После того, как она в свой день рождения собрала 20, по-моему, миллионов от детского хосписа просто через свой фейсбук. И родители заявили на эту премию, ей досталась квартира в Сити. История продолжилась, там все было весьма интересно, она сказала, что если с ней нет денег на налог, родители встали снова, сказали, соберем денег на налог. И, в общем, все-таки у Лида будет квартира в Сити, и она заключила свой первый рекламный контракт с руководством премии о том, чтобы как раз покрыть эту часть налога, насколько я понимаю. Вот это серьезно. — Да, конечно. — Вот это серьезно, это хочется. — Деньги как измерение эффективности. — Ну нет, почему? Понятно, что это прорыв в другой мир, совершенно в другой, из ледяного фейсбука и аудитории детского хосписа, тренер «Хедлайнер года» и «Сити» — это еще один прорыв. Вот хотелось бы, чтобы самые яркие личности в руководстве НКО хотя бы к такому результату приходили. — А вот репутация в сфере благотворительности тоже ведь очень важный фактор. Огромное количество мошенников, которые на этой теме спекулируют. Как зарабатывать такую репутацию? Какими инструментами? — Ну это вот не только работа пиарщика изначально, конечно, отчетность. И мне не симпатична борьба с токсичной благотворительностью. Мы не выловим всех этих несчастных людей, которые собирают деньги на свои карточки в соцсетях. Ну и потому что, правда, бывают ситуации, когда фонды не возьмут. Мы, если мы там говорим о взрослой онкологии, бесконечно. Если человек принял решение лечиться за рубежом, это все уже игла, естественно, даже в очень обеспеченной семье. Деньги могут в какой-то момент уже заканчиваться. Мне не симпатична борьба. Нужно просто предлагать альтернативу, объяснять, почему организации эффективнее. И продолжать, на самом деле, то дело, которое сейчас все профессиональные организации делают. Ну и поменьше бы нам скандалов а-ля с фондом федерации. Это все поменьше, поменьше. Но это уже не только от нас зависит. — Ну это да. Сколько пиарщиков, столько и мнений, что такое пиар. Какое ваше определение пиара? — Ну мне кажется, это все, что касается продвижения и репутации, долгосрочных инвестиций в репутацию. Наверное, так. — Какими качествами должен обладать современный пиарщик на сегодняшний день? — Организованность, мне кажется, вообще не хватает. И мне тоже иногда. Стратегическое видение того, что ты делаешь. А при этом гибкость и умение, и желание ловить тренды и развиваться, чувствовать их. — Какие инструменты в работе пиарщиками были актуальны на сегодняшний день на ваш взгляд? — Ну вот мое любимое, да, это все, что касается коммуникации со СМИ. Формирование полу, поэтому это вот все, плоскость коммуникации. Технические инструменты или? — Нет, ну пиар инструменты. Мне кажется, важно просто понимать, что у каждого будет свой метод. Вот у меня все, что касается СМИ, в той же благотворительности, в ряде коллег, которых я больше всего люблю, кто-то лучше делает событийные вещи, кто-то лучше делает соцсети. Вот каждый должен выбирать. Я вот вообще не скажу, что лучше. — Ну вот пресс-релиз жив, на ваш взгляд? — Я не использую пресс-релизы, я дочечно работаю с журналистами. — Вы строите отношения? — Да, да. — Расскажите, как вы строите отношения с журналистами, так чтобы ваши истории заходили? В чем сейчас? — Ну у меня почти все авторы, которые писали уже о моих проектах, приходят на следующий. Дружить с ними нужно, у меня это отлично получается. У меня вот друзей пиарщиков мало, у меня вот все журналисты. — Как дружить с журналистами? Не учите. — Ну мне повезло, да, им почти всегда интересна моя сфера работы, потому что, ну при этом со мной и пошутить можно, в общем, о чем угодно. Ну я пиарщик детского хосписа была, ну уже как бы здесь начинается, здесь курят, отдыхают, в общем. — Какая тема туда шутка такая, в общем. — Ну слушайте, нет, я считаю, что смеяться можно над всем. Я вот совершенно тут. И со мной вот как-то можно использовать их такой профессиональный юмор, и при этом они, наверное, все-таки с уважением относятся к деятельности организации, поэтому им и отказывать иногда. Ну как-то неловко, все-таки детский хоспис. Вот так вот и между столовой хориды, да. — Какие, на ваш взгляд, основные тенденции сейчас в пиаре в сфере благотворительности? — Очень хочется, чтобы мы все перестали плакать и рассказывать читателям чернуху. Ну вот честно. Потому что, с одной стороны, разумеется, и это был вот мой главный опыт в детском хосписе, если мы делаем сюжет, где, я не знаю, на минуту мы миллион раз показали реанимацию трубки и слезы мамы, мы можем даже ребенка, там, два кадра с глазками сделать, и совершенно зрителю неинтересна история, как вообще его деньги, конкретно как помогут, ничего не важно, потому что он увидел трубки и глазки. А с другой стороны мы делаем, например, сюжет про детский лагерь детского хосписа, который, ну, просто вот рвал мозги всем журналистам, которых я туда привозила, потому что сначала они видели, как мы там на грузовике подвозим все эти, собственно, трубки и оборудование к какому-нибудь отелю, в Москве был лагерь. Потом, значит, они видят, как семьи, не знаю, как девочка, старшая сестра нашего подопечного, там, в 15 лет сама меняет ребенку, гастростованную трубку, через которую ребенок ест, и они там все сидят. Мы делаем очень, очень такой глубокий сюжет, при этом не длинный, все в рамках, все отлично, и рассказываем, что вот людям, которым вообще-то уже сказали, что вам скоро помирать, удается проводить время с семьей, с таким разнообразным досугом, в красивом отеле, и хорошо жить, мы не соберем ту сумму, которую попросили, никогда. И это вот с одной стороны, и все это понимают, и довольно тяжело, да, иногда бывает с руководством, которому нужны постоянные пожертвования, они хотят вот продолжать вот эту волну. А с другой стороны, мы понимаем, что потом мы делаем что-то чуть-чуть посерьезнее, или выходим на какую-нибудь площадку, где благотворительного проекта нет, и у нас просто зритель уходит с первых там двух минут, потому что вот именно сегодня он не готов смотреть так много смерти и так много страданий. И мы совершенно не можем продвигать системную деятельность организации, вот, например, сейчас я занимаюсь людьми, да, с ментальными нарушениями, они не умирают, только помощь им нужна всю жизнь. Как про это рассказывать? Ну, вот, непонятно. И очень хочется, чтобы мы все больше работали с КСО, придумывали какие-нибудь проекты, как вот я сегодня упоминала, общий город, направленный на инклюзию, да, на взаимодействие с городом, с теми людьми, которые не болеют. И очень хочется вот уходить туда, но пока дается сложно, и общество не готово, и мы привыкли все с коллегами работать по заданной схеме, особенно если у тебя есть КПА на пожертвование, и руководство как-то вот не до конца понимает. Вот, и главное, нужно все-таки делать светлый контент, идеологический, ну, 100%, потому что иначе не закончатся все эти идеологические проблемы, о дискриминации инвалидов в общественных местах, просто страшная стигматизация людей с психическими нарушениями, боязнь говорить про смерть, ладно смеяться, вообще слово смерть сказать, были большими буквами написать, продолжится стигматизация, я не знаю, у меня болела мама онкологией не так давно, но я поразилась, что в наших с ней кругах она еще умудрилась столкнуться с там, ну, Ань, у нас же сегодня такой ужин, ну, ты шапочку не могла надеть, ну, я прям взбеленилась, если мы не будем этим заниматься, а будем только рассказывать, что вот это действительно люди, которые страдают, они же страдают, а мы-то не хотим страдать, ну, вот так все и продолжится, поэтому выхода нет, надо брать себя в руки и производить весь, вот, идти на светлую сторону. Ну, вы этим занимаетесь каждый в одиночку или есть какое-то объединение вот подобных организаций и как-то вы пытаетесь совместно решить эту проблему? Да, есть ассоциация фондов «Все вместе», которая объединяет все маленькие фонды, ну, там есть общая рассылка, у нас есть любимая там группа в Фейсбуке, разумеется, благотворительная курилка, есть какое-то взаимодействие, обычно в стране стоят крупные благотворительные фонды, я в одном из них работала, это РУСФОНД, это старейший благотворительный фонд в России, ну, и первый по пожертвованиям, вот РУСФОНД «Подари жизнь», «Линия жизни», они могут стоять несколько отдельно, но в серьезных вопросах, когда, например, нам всем нужно отбивать какой-то законопроект очередной, ужасный, мы все встаем, общаемся и идем, да, тут нам, кстати, повезло, у нас, ну, конечно, не такой жесткой конкуренции, мы пока все друг друга любим и друг другу помогаем, ну, конкурировать можем за хороших авторов и с них, так, чуть-чуть. Ну, за пожертвования, разумеется. Да, 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 чуть-чуть. За пожертвования у нас пока таких каких-то мощных профессиональных организаций не так много, чтобы там, ну, в рамках одной категории подопечных сильно делить, да, ну, там, не знаю, у меня таких центров, как пространство общения, ну, их там, хорошо, пять. Мы пока как-то справляемся без дележки, к счастью, хоть здесь нет проблемы. Ну, а для сбора пожертвования какой самый эффективный инструмент, да? Телевизор. Ответ один. Телевизор. Как туда попасть при этом? Показывать то, что вы не хотите показывать? Да, это первое. Вообще, варианта два – это заход через высокое руководство, и это делают крупные фонды. Ну, то есть, конечно, там ВГТРК и Первый канал уже давно одному фонду. Вот они помогают, и так и будет. А остальные телеканалы… Есть заход снизу тоже, но вот я делала это с телеканалом Live. Год существовал у нас проект для детского хосписа. Это был абсолютный заход снизу, то есть мы заинтересовали там двух журналистов, а не дальше редактора, и потом уже пришли. Гарамош, вот что. Вот. И все. А начну показывать. Ну, вот когда мы год делали проект, мы, конечно, показали все, что хотели. У нас были сюжеты и про лагерь, и про няню, и про поездку в Париж, по-моему. Ну, очень много всего радостного просто чередовали с сюжетами про спасти ребенка из реанимации. Потому что человеку хочется спасти. Вот ему кажется, что раз, и он спас. Но это же ребенок, который все равно остается жить на аппарате. Во-первых, поддержка ему нужна будет постоянно. Про него будет, вероятно, еще не одна публикация. И это немножко расстраивает, что люди хотят помогать только в критической ситуации. Как-то строить взаимосвязи, пока не хотят. Поэтому, да, это телевизор. Первое место по пожертвованиям, 100%. И вот сейчас я мучаюсь с Центром пространства общения, ищу нам телевизор. Ну, сейчас очень актуальна тема волонтерства. С волонтерами вы работаете? Как это сработает? Да, конечно. Ну, опять же, тут вот уже все-таки должен быть отдельный человек. Но не может все-таки один педальщик заниматься всем. Как правило, есть отдельный менеджер по волонтерам, который все организовывает. Ну, в детском хосписе вот очень мощное было волонтерское сообщество. Там были и автоволонтеры, люди, которые просто на машине помогают ребенка довезти к врачу. Или на наше развлекалово какие-то. И были волонтеры, которые ходят к ребенку, которые, я не знаю, репетитор у ребенка и так далее. Разные активности. Сейчас в Центре пространства общения у меня пока маленькое сообщество. Ну, у нас и 90 подопечных всего. А в детском хосписе это 516, по-моему. И здесь пока мы вот только тоже развиваемся. С волонтерами трудно, но без них выжить благотворительная организация сейчас не может. Даже при очень мощном ресурсе. То есть и у крупных фондов есть отдельные менеджеры по работе с волонтерами, которые все это структурируют и делают. Без волонтеров, конечно, никуда. У многих, кстати, с пиаром и соцсетями начинают помогать волонтеры. Часто это выглядит ужасно. А иногда и хорошо. Ну, да, я хотел спросить, вы не развиваете соцсети, как я понял, просто потому что не хватает времени? Не хватает времени. Почему не привлекаете волонтеров, например? Потому что сложно. Ну, то есть обязательно мы это сделаем. Просто вот сейчас я договорюсь уже с одним из двух телевизоров. И потом уже мы займемся соцсетями. Я хочу поблагодарить наших партнеров за гостеприимство, за роскошную площадку, которую нам предоставили для съемки. Наши партнеры – это Meeting Points White Gardens. Это новое премиальное бизнес-пространство с представительскими мини-офисами, переговорными конференц-залами и просторной деловой гостиной с кофе-баром, расположенной в деловом квартале на Белорусской. В бизнес-пространстве есть все для организации рабочего процесса с максимальным комфортом. В рамках одной площадки собраны все самые востребованные форматы рабочего пространства – офисное, представительское и событийное. Компетентный персонал окажет помощь в любом вопросе от услуг в сфере лайфстайл-менеджмента, организации и сопровождения деловых встреч и корпоративных мероприятий до делового туризма и консалтинга. Официальное открытие площадки состоялось 22 марта 2018 года. Компания Meeting Point оказывает услуги по управлению офисными площадями под ключ. На сегодняшний день в сети Meeting Point два премиальных каворкинга. Meeting Point Red Square, Охотный ряд 2, Деловой центр Москва, и Meeting Point White Gardens, Лесная 7, Бизнес-центр, Белые сады. Расскажите, как выглядит ваш типичный рабочий день, из чего он состоит? Так, ну он начинается с судорожных ответов на те письма, на которые я не успела ответить вчера. Там могут вот и волонтеры оказаться, о которых вы уже спрашивали, и вообще все, кому не лень. Потом, ну как правило, я каждый день либо встречаюсь лично, либо созваниваюсь с кем-то из журналистов. Это уже такая полноценная встреча, может быть одна, может быть две в день. Почти весь день за компьютером, если нет мероприятий в центре, куда я вывожу журналистов, если нет съемки, интервью дома в семье, куда я везу журналиста, то это работа за компьютером, к сожалению. Вот прям жаль. Всем, кто работает в благотворительности, хочется больше времени проводить с подопечными, либо в кругу коллег, потому что они, как правило, все замечательные, а ты один пиарщик, и очень хочется с ними проводить больше времени, но, как правило, ты просто лихорадочно сидишь за компьютером, отбрасывая эти вот конья снега, и все. И, естественно, это может продолжаться и выходные. Понятно. От чего вы больше всего получаете кайф в работе пиарщика? От результата, так как я в прошлом журналист, я прям кайфую от классного сюжета, или мне довелось снимать документальный фильм большой про детский хоспис, вот это было потрясающе. Видеть результат, понимать, увидеть рейтинги, понять, что ты попал в цель, и все сделал. Вот видеть результат, да. И второе, это когда я не пиарщик, когда я взаимодействую с детьми, или с нормальными специалистами центра. То есть у меня центр психологической поддержки, там все психологи и пиарщик. Вот, мне почему-то очень нравится проводить с ними время, слышать тоже от них обратную связь, о том, что мы делаем. И даже вот если мы говорим о прям работе-работе, когда ты привозишь журналиста на интервью или на съемку, мне даже больше всего нравится интервью с нашими специалистами, когда они рассказывают что-то и расширяют мое понимание темы. Поскольку я не психолог и не врач. Постоянно приходится добирать вот это. Вы несколько раз сказали, что залог успеха во многом вашей работы в том, что вы в прошлом журналист. Я правильно понимаю, что это в том числе помогает вам создавать вот эти сюжеты, потому что не всегда журналист готов сделать сюжет тот, который вам нужен, и вы делаете работу за ним. Да, это так. Я сейчас от этого отхожу, сейчас этого намного меньше, но сначала, да, и переписывали, и делали сами сценарии на лайф, и все это, да. И журналисты с удовольствием перекладывают часть своей работы на пиарщика. Конечно, конечно. Ну, при этом это нам тоже не мешает дальше дружить, зато сюжет вышел. Как бы так, да. Что же делать пиарщикам, которые не журналисты в прошлом? Да, сложнее. Ну, искать таких журналистов, которых не нужно править. Они тоже, слово Богу, есть. И вот я их очень ценю. И всегда, когда у нас какой-то длинный контракт, надеюсь, что там никто не смеется, не уйдет. И вот у нас сейчас большой сбор на 2 миллиона рублей на аренду центра, и о нас будет писать одна девушка, редактор в СМИ. И я уже просто ее три раза позвала куда-нибудь сходить, что только она от нас не ушла и продолжила писать. И было очень приятно, когда в субботу у нас был семинар по альтернативной коммуникации. Приехал специалист из Польши и рассказывал, как строить общение с неговорящими полностью людьми. И я думала, что журналистка придет на час. Журналистка вечером написала, что в 6 вечера она вышла из центра. И такая, класс, а я ее даже не сопровождала. Поэтому, ну, так, строить отношения. Не знаю, что еще даже сказать об этом. Но тем, у кого есть журналистская подготовка, все равно, конечно, не надо, чтобы они садились на шею. Надо как-то это все регламентировать. А что злит больше всего в общении с журналистами? Ну, конечно, когда ты три раза повторил, как называется, та или иная трубочка. Она все равно называется по-другому. Но это невозможно. Или там, когда вы детский хоспис, и главный для вас вопрос, это вопрос обезболивания, вдруг в тексте, там тоже был, как у нас, иностранный спикер, а доктор-танатолог, изучающий смерть из Израиля, она рассказывала, что когда-то она побывала в России, в каком-то детском хосписе, в каком-то там городе. И она говорит, там все были замечательные люди, но были такие проблемы с обезболиванием. Журналист берет, оставляет все это и называет это нашим детским хосписом. Просто нет слов. То есть, если он мог сделать, что хуже всего, вот он сделал. И вот, конечно, злит. Ну, безумно. Особенно, когда ты вложился, когда ты миллион раз позвонил, рассказал, сопроводил и поправил, и потом все равно на полосе увидел. Ну, безумие. И, конечно, бесит какая-то, ну, совсем неэтичная работа. Когда ты, опять же, провел, ну, все предварительные объяснения состоялись, а оператор все равно полез к ребенку вот сюда и все равно задал маме тот вопрос, который ты просил не задавать, чтобы выжить свои слезы. Опять же, оплакать-то надо меньше. Поэтому, да, да, есть такое, раздражает. Есть даже журналисты, ай, ой, худший тип журналистов это те, кто просто приходят и плачут сами. Вот это, я считаю, просто надо запретить. Я не знаю, как законодательно, ну, потому что тебя позвали не плакать, и мы проводим мероприятие для семей, да, чтобы все отдохнули и зрелись положительными эмоциями. А он пришел такой и поплакал, еще и текст плохой написал. О! Да, да, это ужасно. Но таких мало, муникумов. Любая профессия, она накладывает определенный отпечаток на человека, так называемая профессиональная деформация. У пиарщиков тоже. Вы какие черты в себе замечаете профессиональной деформации как пиарщика? Вот именно как пиарщика, видите, даже я не знаю, больше накладывает отпечаток сфера, которой я занимаюсь. Ну, и сфера тоже. Да, да. Но как пиарщик я постоянно люблю всем все затошно и занудно объяснять. Так я переживаю, видимо, что по итогам распития кофе со мной в торговом центре подружка где-нибудь что-нибудь не так напишет. Вдруг она недостаточно хорошо поняла. И да, вот такое случается. Ну, то есть мне указывали на это. И вот эта вот суматошность, вроде бы я, правда, постоянно стремлюсь к организации и дня, и недели. А все равно, кажется, вот эта суматошность, я такая журналистская пиар, она есть, и она раздражает меня саму в первую очередь. Не знаю даже вот откуда это. Все время обсуждаем так, в моем круге общения много врачей. Обсуждаем, почему вот врачи такие спокойные, хотя казалось бы, они должны быть нервные. А мы вот такие все время нервные. А для чего вообще нервничать? Вы буквы выпускаете. Да, есть такая история. А вот если говорить о других организациях, которые занимаются той же деятельностью, чьи кейсы вам кажутся наиболее интересными? Вот чужие кейсы какие-то можете отметить? Ну да, я вот сегодня даже уже вспоминала, да, тоже историю про премию Headliner года. Я думаю, что это классная история для бренда личного Лида. А так, вот именно сейчас в моем сфере, если мы говорим про людей с нарушениями развития, то, вы знаете, мне пока в основном нравятся зарубежные кейсы. Вот я сейчас получила потрясающее видео. Планирую украсть одну итальянскую идею. Не буду поэтому говорить. Ну, из пиар-активности последний друзей фондов. Думаю даже, вот что прям вспомнить. Ну, моя главная профессиональная зависть вообще, это вот, да, то, что касается идеологического продвижения, а не прямого фандрайзинга. И это, конечно, я не знаю, социальная реклама фонда Вера, уже несколько лет ей. Но то, что она сделала, вот эти плакаты про «Если человека нельзя», вылететь, это не значит, что ему нельзя помочь. Это, мне кажется, отпечаталось в сознании у всех москвичей. И вот это классно. И фонды очень редко имеют ресурсы на организации такого дела. И это постоянный, поэтому, предмет зависти. Очень хочется просто завесить весь город периодически. Ну, я думаю, тут все пиарщики меня поймут. Да. Какие пять советов вы могли бы дать человеку, который сегодня делает первые шаги в карьере пиарщика, начинает только свою работу в этой области? Быть очень дипломатичным, вежливым и некатегоричным, потому что это были мои ошибки. Вкладываться в отношения с людьми, журналистами, конечно. Ну, относиться просто к людям не как к функции, а как к людям. Очень, мне кажется, здорово было бы. И пытаться оценивать свою работу показателями, а не вот неким ощущением. Потому что обычно это ножи заводят в тупик. Даже не наше руководство. Ну, оно в самих поисках дальнейших шагов. Ты можешь, правда, интуитивно чувствовать что-то, но если ты это не померил в какой-то момент, начнешь ошибаться. Мне кажется так, потому что я вот очень страдаю от того, что в маленькой благотворительной организации мы не можем там использовать идеологию или интеграм. Мне бы очень хотелось. Вот. И да, поэтому это, наверное, третий совет. А еще два? А еще два. Пять, вы попросили. Да, да, да. Вот это вот. Сколько пальцев? Так. Тарарам, еще два. Ну, про срелиз сумер. И, наверное, и совет себе такой. Если еще не занимаетесь соцсетями, не понимаете их, срочно начните. Спасибо. Спасибо вам. У нас в гостях была София Шайдулина, пиар-директор Центра пространства общения. Вы смотрели программу «Пиар-директор». Если вам понравилась программа, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Асланов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова